Друзья, всем привет! На связи Павел Дородный. Мы продолжаем свои строительные будни, будни кровельщик, так называемые. Вот такая у нас здесь ситуация. Переутепление мансардного этажа. У нас здесь сложный объект. Почему? Потому что здесь расстояние 80 от одной стропильной ноги до другой стропильной ноги. Потом, соответственно, сращивание было, да? Изменяется снова у нас размер. И то есть получается у нас уже 85. Далее. Почему вот натягиваем такой шпагат, шнурку, да? Для того, чтобы вот сюда вот сейчас пойдет утеплитель, чтобы утеплитель не прижать к этой гидроизоляции. Неизвестный, к сожалению, потому что сверху посмотреть я не могу. Зимний период, да? А до этого здесь вот такая порнография. То есть здесь была уже гидроизоляция. Это ютовик, насколько я понимаю. Она, в принципе, дышащая. Но по какой-то причине люди переделывали и вот этот вентиляционный брусок, который, вензазор, да? Вот они вот сюда поставили. И дабы избежать каких-либо огрехов, которые приведут прям к серьезным проблемам, да, в дальнейшем. Вот так как на весну мы весной будем приходить и переделывать уже сверху все. И добавлять вот сюда вот добавлять пятерочку. То есть это место специально для утеплителя еще остается 5 сантиметров. Толщину будем добавлять. Потом хорошая гидроизоляция. Скорее всего, это будет Delta Maxi. Немецкая самая крутая пленка, да, трехслойная диффузионная мембрана, дышащая, которую укладывают сразу на утеплитель. Потом мы, соответственно, сделаем брусок, обрешетка и, как положено, металлочерепица. Но что хотелось бы сказать конкретно про данный случай. Здесь у нас никакого вент-зазора нет. То есть у нас вот она обрешетка. Но, друзья, это еще не все. Сверху этой обрешетки сделан настил из ОСБ. Потом подкладочный ковер. И после этого у нас идет металлочерепица. Представляете, какая интересная штука, как сделано. Вот. Вот эти потеки у нас из-за мансардного окна. Мансардное окно течет. Вот так пришлось выкрутиться, да, и ситуация. Вот такие у нас здесь. Вот они, подтеки. Ну и здесь вот вчера более серьезно капало. Пароизоляция вот такая. Самая, конечно, говеная, да. Я ее завел на гидроизоляцию. Вот таким образом. И у нас стекает водичка спокойненько, не попадая вот сюда, да, в наше пространство, в рабочую зону. Тем более здесь будет закрываться. Вот с левой стороны уже работа произведена. Это утепление в 150. Ну, заказчик вчера заходил, говорит, что это, конечно, небо и земля. По сравнению с тем, то, что было ранее. Вот таким образом. Ну, бог с ним, эту ситуацию мы исправим. Окна, соответственно, мы также будем менять. Это все на весну будет. Вот, потом, вот здесь у нас пятерочка пойдет. Снова будем использовать шпагат, для того, чтобы эта пятерка у нас не упала, так как расстояние слишком большое. Почему сложный объект, да? Потому что шаг стропил у нас разный. Везде абсолютно. И вы представляете, каждый утеплитель, каждую плиту, возьми что пятерку, что сотку, мне необходимо подрезать. Развернуть и подрезать. После этого только вставить, да? Причем снять размеры, что с нижнего края, что с верхнего края, 60 сантиметров. Так что вот такие у нас пируэты, господа. Бруски мы уже здесь вот я нарастил. Это у нас утепление в 150 будет. Потом у нас пойдет перехлестное утепление. Чем хорошо перехлестное утепление? Это будет уже в 200. А на весну, на лето, у нас будет вот здесь уже сверху, когда еще пятерочку положим, 250. Для нашего московского региона это самая нормальная вообще ситуация. То есть самое... Тяжело даже вот дышать здесь. Но дальше, да? То есть самое нормальное утепление по нормам, да? Это 250. 200 это такая минималочка. Вот здесь будет перехлестное утепление. Еще добавится пятерка. Будет ставиться брусок. Потом еще один брусок. Таким образом, вот здесь, где у нас соединение, да? Двух плит. Также мы перекроем утеплителем. Помимо этого, мы перекрываем еще и вот такую вот стропильную часть, да? Вот брусок вот этот мы перекрываем и добиваемся более максимальной теплоты, ну, улучшения качества тепла в этом доме, вот на этой крыше. А так, всем до новых встреч. На связи был Павел Дородный, компания КМК, качественный монтаж кровли. Делайте хорошо и качественно, с умом подходите к делу. А так, всем пока, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok